Всем привет. Меня зовут Егор, если кто-то меня не знает. По случайным обстоятельствам Илья нам немного передал свое сообщество. Теперь мы его развиваем, но от этого ничего не поменяется. Может быть даже станет лучше, потому что Илья нам помогает в этом очень сильно. Сидя в какой-то кафешке в Амстердаме, я надеюсь, что гениальные идеи ему будут сыпаться еще больше. Вот. Сегодня у нас митап в рамках web.notbombs, girls.notbombs. Вот. И я хочу вам представить нашего, ну, небольшого такого куратора вот этого стрима. Это Марина. Она у нас также будет сейчас вести весь митап, тренироваться. Так что, Марин, давай. Давай-давай. Не волнуйтесь. Она очень стеснительная девушка, так что я думаю, что надо поддержать ее аплодисментами. Привет. Знаете, для меня это было полнейшей неожиданностью. Мы как-то не договорились друг с другом, но я рада всех вас очень видеть. Да. Мне очень приятно, что мне доверили такую честь вести girls.notbombs. Планируется, что такие митапы нашей девичьей посиделки будут примерно раз в три месяца. Вот. Каждый сезон, летом, осенью, зимой, весной. Вот. А сейчас я хочу представить нашего первого докладчика, Аню, с докладом. Еще один доклад про СВГ. Всем привет. Меня зовут Анна Селезнева. Ну и с разрешения Егора… Егор, подтверди. Да. Егор мне разрешил перед докладом сказать такую небольшую вступительную речь. Почему? Я решила сказать эту речь. Когда Егор предложил мне выступать на Yellowstone Bops 2, я ему говорю, Егор, давай дадим шанс еще какому-нибудь девушке. Я же выступала на первом митапе. А Егор мне говорит, ты готовься, а мы поищем. Так было все. Спасибо. 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 надо как-то поактивнее. Давайте развивать белорусский фронтенд вместе. В общем, вот такое вызвание перед докладом. Так, что-то у нас случилось с экраном. Ну а пока там все готовится, я на самом деле сегодня хотела рассказать про один из своих последних проектов. Там было очень много всяких интересных технологий использовано. Ну какой-то вообще свой experience. Но, к сожалению, проект не опубликовали, точнее не успевали опубликовать к марту. Поэтому я решила сделать еще один доклад про SVG. Почему так называется? Ну вообще технология SVG наконец-то набирает популярность. Можно найти очень много статей на эту тему, выступлений на каких-то конференциях. В общем, если вы уже как-то интересовались этой темой, ну для своего проекта, то, возможно, я сегодня ничего нового не расскажу. Хотя я буду очень стараться. Ну вообще, когда мне говорят сделать доклад про что-нибудь, я сразу впадаю в ступор. О чем же рассказывать? Вообще сейчас так много информации про все новые и старые технологии. Можно столько всего найти и почитать. Ну что я могу лично еще нового рассказать? Но на деле оказывается не все так радужно. Например, про тот же SVG на хабре как-то относительно недавно вышла статья, там где человек рассказывал про то, какая-то хорошая технология, зачем ее нужно использовать. Такой прям крик души. И заканчивалась эта статья такой фразой. И запомните, интернет векторный. А в комментариях к этой статье было на удивление много таких замечаний, зачем использовать каких-то недоверий вообще к этой технологии. И я поняла, что, в общем-то, еще один доклад про SVG не повредит, если кто-то еще не уверен. Вообще, выбирая какую-то новую технологию для проекта вместо чего-то старого проверенного, мы всегда стоим перед выбором, стоит ли пробовать или нет. Что касается SVG, то есть много других технологий и приемов, которые можно использовать вместо того, чтобы сделать свой выбор в пользу SVG. Например, такой вопрос. Почему бы не использовать PNG? Ответ на него принято давать в виде двух иконок. Одна из них PNG и вторая SVG. Когда они маленькие, разница, в общем-то, незаметна. Но если их увеличить в несколько раз, то сразу становится понятно, где же тут PNG. И с появлением ретиноэкранов, в общем-то, этот недостаток PNG стал более очевидным. Еще лучше себя показывает SVG, когда иконки простые из каких-то графических примитивов или из паса с маленьким набором точек. Например, такая стрелочка. Такая стрелочка в SVG не только выглядит лучше, но и весит более чем в два раза меньше. Как-то так неправильно сказала. В общем, в два и больше раза меньше. Поэтому тут как бы выбор, мне кажется, очевиден. Вообще этим вопросом, этим сравнением PNG против SVG задавался Вадим Макеев. Я думаю, вы слышали. Вадим Макеев из компании Eversoftware, веб-евангелист. И еще пять лет назад он, в общем-то, анонсировал сайт, URL этого сайта svg vspng.com. Состоит этот сайт всего лишь из одной картинки. Я решила ее сюда приложить, потому что она очень классная. И глядя на эту картинку, я думаю, тоже можно, в принципе, вполне легко сделать выбор, если идет сравнение между SVG и PNG. Другой, так сказать, конкурент SVG в решении каких-то типовых задач это шрифтовые иконки. Очень многие используют в качестве иконок шрифт и, в общем-то, довольны этим. Но тут, если сравнивать с SVG, то у SVG есть некий набор преимуществ, который, в общем-то, играет в пользу SVG. Например, шрифтовые иконки нельзя сделать многоцветными. Ну, в принципе, можно, но это будет какая-то нетривиальная задача. Нужно будет комбинировать несколько иконок или использовать какие-то простые примитивы, какие-то спаны дополнительно добавлять. Ну, в общем, такое шаманство. А с SVG, в общем-то, все просто. Шрифтовые иконки нельзя анимировать. Ну, точнее, можно анимировать всю иконку целиком, но если нужно анимировать какие-то ее части, то тоже. Тут все не так просто. А с SVG это, в общем-то, решается. И я чуть позже об этом расскажу. Позиционирование. Поскольку шрифтовая иконка это, в общем-то, символ, а символ он отрисован на некотором поле и уже включает какие-то отступы. И поэтому за счет этих отступов непредсказуемых шрифтовую иконку бывает очень сложно спозиционировать. То есть приходится как-то повозиться. Подгрузка. Пока шрифт грузится, на месте иконки может быть какой-то ненужный нам символ. И это может вызывать какие-то проблемы. То есть нужно как-то решать это. Я сейчас хочу на примере одного из своих проектов показать. Ну там я, конечно, уже эту проблему решила, но я в качестве примера просто отключу шрифт и вы поймете, что мог увидеть посетитель, если бы я об этом не позаботилась. Вот видите, здесь в навигации такие вот стрелочки. А пока не загрузился шрифт, там такие вот буквы «yo». Надеюсь, задних рядов видно. Получается о компании «yo», продукты и услуги «yo». Для хипстерского сайта это, конечно, было бы фишкой, но для корпоративного как-то не очень. Рендер. Шрифтовые иконки — это все-таки шрифт. Если вы использовали нестандартные шрифты, вы, я думаю, сталкивались с тем, что они рендерятся по-разному, могут рендериться по-разному в разных операционных системах и в разных браузерах, да и там, в общем-то, какие-то могут быть проблемы с антиальясингом. И, в общем-то, все это переходит на шрифтовые иконки. Ну и, наконец, поддержка мобильными браузерами. Тут в качестве примера даже банального топпера мини — самый распространенный как мобильный браузер. И шрифтовые иконки там не будут работать, а SVG будет работать. Так что тоже как дополнительный аргумент. И хочу еще привести цитату Яна Физера в статье «Почему их сайт Lonely Planet отказался от шрифтовых иконок в пользу SVG». Использование шрифта для иконок всегда казалось мне чем-то вроде хака. Ну, замечательного хака, безусловно. Ну и далее по тексту. И этим вопросом выбора переходящихся шрифтовых иконок на SVG или нет задавался не только Ян Физер. Можно найти довольно много статей, если вы зададитесь этой целью. И если мои аргументы вас не убеждают, то, может быть, в этих статьях вы найдете какие-то аргументы в пользу того, чтобы отказаться от шрифтовых иконок в пользу SVG. Для меня еще одним из решающих факторов была кроссбраузерность. Ну, надо сказать, что мне повезло. Хотя не совсем повезло. Мне понадобилось довольно много времени, много аргументов и, может быть, даже немного обаяния для того, чтобы добиться того, что в договорах по разработке сайта в разделе «Поддержка браузерами» указывалось эти пять браузеров и приписка «две последние версии». И в двух последних версиях этих браузеров SVG работает отлично, что, в общем-то, позволяет мне использовать все плюсы этой технологии. Ну, на самом деле тут даже не две, по-моему, даже три версии назад, но суть в том, что технология довольно кроссбраузерна. Итак, если мы выбрали SVG для использования в своем проекте, нужно его готовить. Что такое SVG? SVG — это, по сути, векторная картинка. Любой хороший дизайнер, когда рисует новую иконку, он рисует ее непременно в векторе. А потом ее достаточно просто сохранить файл и передать дальше в работу. Рисует и редактирует иконки обычно в каком-нибудь программе. Возможно, из этого списка это шесть наиболее популярных. Возможно, еще в каких-то. Ну, для того, чтобы сделать этот список более информативным, я еще покажу, в каких операционных системах работают эти программы. Средняя колонка может заставить кого-то ехидно улыбнуться, кого-то расстроиться. Ну, на самом деле, просто таковы реалии нашего веба, что все связанное с дизайном сейчас так или иначе вращается вокруг мака. Ну, пользователям других операционных систем не стоит расстраиваться. Я сама, в общем-то, не маком пользуюсь. Я думаю, что можно найти, в принципе, программу по вкусу и создавать и редактировать SVG в ней. Ну, кстати, стоит отметить, что бесплатными из этого списка являются только две программы, а за остальные придется раскошелиться. Можно создавать и редактировать SVG прямо в браузере. Вот три сайта, на которых, в принципе, можно это делать довольно удобно. Ну, возможно, редактирование SVG в браузере — это что-то такое вспомогательное, хотя я слышала, что некоторые разработчики пытаются перенести весь свой инструментарий в браузер, поэтому для них, я думаю, это будет актуально. Можно редактировать SVG прямо в текстовом редакторе. Ну, кстати, если вам приходят SVG-файлы от дизайнеров, то я рекомендую хотя бы открывать их, потому что там можно увидеть много такого вот ненужного мусора, а можно и натыкаться на какие-то сюрпризы. Вот, например, волк JPEG в овечьей шкуре SVG. И такой SVG использовать вообще не рекомендуется, поэтому проверяйте. Ну, а от мусора можно избавиться с помощью оптимизатора. В 2012 году на WebStandard Days, организованных совместно с Яндексом в Москве, Кир Белевич рассказал про замечательную утилиту, которую они сделали SVG. И, в общем-то, тогда он меня вдохновил на ее использование. Я ее использую с удовольствием до сих пор и рада, что она развивается. Например, когда мне приходит папка SVG-файлов от дизайнера, я беру и просто ее сразу оптимизирую. И затем я уже свободно могу использовать эти файлы и быть уверена в том, что они без лишнего мусора. Ну, про SVG также писала в своем блоге Сара Суэйда. Я сегодня уже упоминала, запомните это имя. Если вам нужно что-то узнать про SVG, обязательно заглядывайте в ее блог. Ну, касательно SVG, Сара написала, что ей не нравится, что процесс оптимизации как черный ящик. То есть мы подаем на вход файл, получаем результат, и иногда этот результат может быть как-то запорчен. И мы не знаем, какая именно из опций оптимизации испортила нам файл. Ну, в ее статье есть несколько других инструментов, в которых можно прямо на лету менять опции оптимизации и видеть, как это влияет на размер файла и на его внешний вид. Так что, если вы хотите побольше узнать про оптимизацию SVG, можете заглянуть в эту статью. Есть и плагины для гранта и галпа. Ну, я, например, работаю над проектом, как правило, одна, поэтому SVG файлы проходят через меня, поэтому мне хватают утилиты. Но если у вас есть несколько человек, которые могут добавлять SVG файлы в проект, то, я думаю, не помешает добавить задачи для оптимизации SVG файлов, чтобы вам было спокойнее. Итак, мы подготовили наши SVG файлы к работе и самое время начать их использовать. Самый распространенный способ – это, конечно же, иконки. Ну и, как правило, это data uri. Это очень удобно. Мы берем файл, кодируем его, встраиваем прямо в CSS и получаем кучу бонусов. Например, у нас нет лишних запросов к серверу, что отлично. Это хорошо поддерживается всеми браузерами. И также все хорошие CSS-при процессоры умеют это кодировать. У них есть встроенная функция и нам даже ничего не нужно делать руками. Но есть и минусы. Когда SVG файл встраивается с помощью data uri, мы не можем получить доступ к его содержимому, не можем менять его стиль или атрибуты. И также размер закодированного в B64 SVG файла может значительно превышать его исходный. А это очень плохо. Хотя, в принципе, с последним минусом можно бороться. Можно встраивать SVG файл в таком виде. То есть не кодируя его в B64, а прямо SIS. Но такая запись не будет работать в некоторых браузерах. Однако есть очень хорошая, старая, добрая функция, которая решит эту проблему. Обычный escape. Если прогнать содержимое SVG файла через эту функцию, то, в общем-то, эта запись будет работать во всех браузерах. Юля Бухвалова, которая тоже в последнее время очень много занимается исследованием SVG, даже создала такой энкодер. И можно прямо на лету посмотреть, как он работает и проверить, работает ли это во всех браузерах. Можно использовать SVG также как классические спрайты. Но все знают, что такое спрайты. Такая простыня картинок. И обращаясь по background position к нужной картинке, в общем-то, мы ее выводим. Это очень удобно, если у нас уже есть старый проект, в котором есть PNG спрайты. Мы просто хотим сделать SVG-иконки для новых браузеров. Мы берем наш PNG спрайт, делаем по нему аналог SVG спрайта, а старый PNG спрайт используем как фоллбэк для тех браузеров, где не поддерживается SVG. Мы это сделали на одном из наших старых долгоживущих проектов, и, в общем-то, все получилось очень легко и просто. Поэтому, в общем-то, этот способ тоже имеет право на жизнь. Также в последнее время очень много статей. Люди с вдохновением рассказывают про спрайты с использованием таргет. В чем суть? У нас есть SVG-файл с иконками, но он не как классический спрайт, а послойный. То есть все иконки располагаются как бы друг над другом. Достигается это таким образом, что мы прямо в SVG-файле указываем, что у нас все группы скрыты, а отображается только так, к которой мы обращаемся, собственно, по ID. А обращение происходит таким образом. Имя файла спрайта и через решетку ID нужны иконки. И таким образом эту иконку можно встраивать в тег.amg, в object, в iframe. Но нам, конечно, привычнее наш любимый background-image, чтобы не было лишних тегов. Однако эта запись не работает в браузерах, в частности, в хроме. Баг зарепорчен уже порядка двух лет назад, но с тех пор ничего не изменилось. И, кстати, да, есть даже неофициальная информация, что этот баг не будут править. Поэтому, увы, такие спрайты можно использовать только в тегах. Ну, этот подход с обращением по ID иконке еще иногда называется как SVG-фрагмент-identifiers. Может быть, вы сталкивались с этим термином. И такие спрайты можно делать не только послойными, но и классическими. То есть простыня, где каждая иконка на определенном месте. Но тогда вместо того, чтобы скрывать все иконки и отображать нужную, мы прописываем для каждой иконки тег view с viewbox. И затем, когда мы обращаемся к иконке, мы указываем уже ID ее viewbox. И таким образом получаем тоже этот результат. Чуть побольше можно прочитать про SVG-фрагмент-identifiers на css-strix. Статья довольно свежая, ноябрьская. Так что, в принципе, можете использовать этот метод. Но мне его, к сожалению, в живых проектах попробовать не удалось. Я нашла другой, более интересный метод. Это спрайты с использованием use. В чем суть этих спрайтов? Тоже у нас есть svg-файл с иконками с нужным ID. Но мы встраиваем их в виде tgsvg и use с ID нужной иконки. Тут может смутить наличие viewbox в разметке. Если для каждой иконки создавать viewbox, это очень сильно будет раздувать наш файл, что не очень хорошо. А все дело в том, что такие файлы лучше использовать не с тегом группы, а с символом. И в символ мы указываем сразу же нужный нам viewbox. И затем в разметку встраиваем просто svg и use без лишних атрибутов. Чем еще хорош символ? Тем, что в нем можно указывать title. А в title текстовое название иконки. Это очень хорошо для людей с ограниченными возможностями. Я думаю, вы наверняка слышали, что эта тема становится все более актуальной, и поэтому хорошо хотя бы что-то делать в своем проекте для этих людей. Создавать такой файл с символом бывает трудоемко, особенно если иконок много. Хочется, конечно же, автоматизировать. Я нашла такой плагин для гранта svg store. Мы подаем на вход папку с нашими иконками и на выходе получаем нужный нам спрайт. И чем еще хорош этот плагин? Если у ваших иконок говорящие имена, по которым можно однозначно определить, что же это за иконка, то это, собственно, сыграет вам на пользу, потому что этот плагин может имя файла встраивать в title. И, в общем-то, вы решаете сразу две проблемы. Затем полученный файл рекомендуется встроить ваш документ. Но суть в том, что нужно встраивать его в начало, то есть в самое начало body. А иначе эти иконки не будут работать, например, в хроме. Это бывает не очень удобно, потому что файл может быть довольно большим. Например, у нас в проекте он занимал порядка 20 килобайт. И такое большое количество служебных тегов в начале документа сыграет не на пользу, например, SEO. Я задалась решением этой проблемы и нашла еще один плагин svg to string. Мы подаем на вход, собственно, наш спрайт, а на выходе получаем JavaScript файл, в котором объявляется переменная и строка с содержимым нашего спрайта. И мы потом подключаем этот JavaScript файл в хед либо подгружаем асинхронно и затем встраиваем полученную строку в svg, находящуюся в начале body. И все прекрасно работает. Чем хороши такие спрайты? Тем, что иконки встраиваются, собственно, с помощью тег svg. И таким образом мы получаем доступ ко всем внутренностям нашей иконки. И, например, если мы в качестве заливки задаем current color, то затем мы можем на него влиять из CSS. Просто меняя цвет родительского элемента, мы получаем несколько состояний нашей иконки. Мне это было очень удобно, потому что в проекте было безумное количество svg иконок, и для каждой из них было по два, три, а то и четыре цвета. А если цвет может поменяться, то такой метод вообще просто незаменим. Ну а теперь еще одна область применения svg. Это адаптивность. Тема довольно актуальная. Я думаю, вы с этим уже сталкивались. Ну, например, можно адаптировать логотип. Например, с помощью того же спрайта. Если вы были на мастер-классе Виталия Фридмана, то вы наверняка видели этот сайт. Он его показывал и ресайзил. То есть он, получается, мы ресайзим окошко. Так, как бы, сейчас. Мы ресайзим окошко и логотипы меняют свой внешний вид в зависимости от ширины экрана. Тяжеловато с тачпадом. В общем, суть вы поняли. Но если посмотреть в код… Я назвала это эффект матрешки. Потому что если посмотреть в код, мы увидим, что это всего лишь спрайт с разными логотипами для разной ширины окна. И мы просто сами меняем background position. Но, тем не менее, это уже хороший шаг в сторону адаптивности. Так, что я думаю, в каких там проектах это можно использовать. Подробнее можно почитать в блоге Джо Харрисона, в общем-то, про эту идею. Мне больше нравится адаптировать логотип с помощью медиавыражений. Тем более, что SVG это все поддерживает прекрасно. И тут я хочу передать привет из 2010 года. Тот самый доклад Вадима Макеева, про который я уже рассказывала. Он анонсировал логотип Opera Software, неофициальный логотип, который меняет свой внешний вид в зависимости от ширины. Это 2010 год, поэтому приходится вот так вот делать. Видите, разные логотипы, но обработкой занимается сам SVG файл. Нам не нужно писать какой-то дополнительный CSS. Пять лет прошло с 2010 года, но как-то мало примеров. Тем не менее, в прошлом году на Тимпанусе, моем любимом сайте, моем и моих дизайнеров, появилась статья «Как делать такой адаптивный логотип с помощью медиавыражений». Как вы думаете, кто написал эту статью? Сара Суэйден. Поэтому, если вы решите адаптировать свой логотип таким, в общем-то, хорошим способом, можете посмотреть эту статью. Там все подробно расписано, что и как делать. Адаптировать можно не только логотип, но и иконки. Можно это делать таким же образом с помощью медиавыражений, но можно пойти чуть дальше. Когда я искала материал по адаптивным иконкам, я чаще всего натыкалась на этот замечательный домик. Я встроила гифку, чтобы не бегать. В чем суть этой иконки? В том, что в зависимости от ширины экрана картинка не меняется полностью, а меняются только ее части. То есть какие-то части скрываются, какие-то перерисовываются, какие-то меняют цвет. Но, возможно, примеров с такими адаптивными иконками мало, потому что для такой иконки нужно так неплохо поработать и дизайнеру, и нам тоже, потому что нужно продумать все контрольные точки и что на какой точке менять. Тем не менее идея хорошая и, я думаю, имеет право на жизнь. Подробнее можно почитать, опять же, в блоге Джо Харрисона или посмотреть статью у нас в Motion Magazine, которую написал Илья Пухальский. И там он написал свое видение вот таких вот адаптивных SVG, и, собственно, этот преслоутый домик там тоже упоминается. Еще можно использовать SVG-фильтры. Что такое SVG-фильтр? Мы задаем в devs в SVG тег-фильтр с неким ID и содержимым. А затем по ID мы можем применять этот фильтр к картинке либо к другим элементам SVG, либо к группе элементов. И случается чудо. Какие фильтры можно использовать в реальных проектах? Ну, например, обесцвечивание картинки. Для того, чтобы обесцветить картинку, достаточно задать color matrix, saturate — 0. В каких задачах это может использоваться? Ну, я не знаю, как у вас. У меня довольно часто уже с давних времен бывала задача, когда картинка должна выводиться черно-белой, а при наведении становится полноцветной. Как мы обычно решали эту задачу раньше? Мы использовали, допустим, две картинки. Одну сразу готовили черно-белую, вторую — цветную. Две картинки. Либо мы в админке, когда контентщик заливал картинку цветную, какими-то серверными средствами делали ее черно-белой и хранили две картинки. Но опять же выводили две картинки. Либо мы по запросу черно-белой картинки на лету делали ее из цветной в черно-белую, кэшировали, возвращали. Но опять же это два запроса, две картинки. А svg может сделать это с одной картинкой. Только нужно встраивать ее вот в таком вот виде. В теге svg image и задавать нужную нам картинку с фильтром. А при наведении этот фильтр убирать. И получается, в общем-то, то, что мы и хотели. При наведении наша картинка становится полноцветной. Делается очень просто и кроссбраузерно. Также можно перекрашивать картинки. Это делается с помощью опять же color matrix, но мы задаем матрицу значений, которые изменяют как-то цвет нашей картинки. Ну вот эта матрица, например, делает эффект старой фотографии. Ну или как еще SEPI называется. У меня была такая задача. Это картинки из фотошопа прямо вырезаны. Дизайнер хотел, чтобы картинки на сайте были с таким зеленым эффектом, а при наведении становились полноцветными. Но когда он делал их такими зелеными, он использовал несколько фотошопных фильтров, которые повторить не удалось. Если сделать картинку черно-белой, а сверху положить зеленый полупрозрачный слой, будет не тот эффект. Мы назвали задачу озеленения и принялись ее решать. В итоге мы пришли к SVG-фильтру. Но поскольку мы с дизайнерами находились в разных странах, сесть рядом и как-то подобрать его не получалось. Я нашла сайт, на котором можно прямо на лету менять параметры этой матрицы и смотреть, как это отражается на картинке. Пусть какое-то время дизайнер мне прислал нужные значения. И вот что получилось. Этот зеленый, конечно, немножко отличается от того, который был в изначальном примере. Либо дизайнер просто решил поменять оттенок, либо ему не удалось подобрать его точно, но тем не менее он был доволен результатом. И, в общем-то, получилось то, что и задумывалось. Зеленая картинка, которая при наведении становится полноцветной. К сожалению, до продакшена этот пример не дожил. На каком-то этапе клиент отказался. Может, ему зеленый цвет надоел, не знаю. Но главное, что у нас был опыт использования такого фильтра, и мы поняли, что это, в общем-то, работает везде, где нужно. Еще одна задача, с которой удалось столкнуться в реальном проекте — это размытие. Чтобы размыть картинку, нужно задать фильтр gaussian blur и нужны уровни размытия. Вы мне можете сказать, что есть CSS-фильтры, которые тоже могут размывать картинки. Но CSS-фильтры не кроссбраузеры. Например, они не работают в интернет-эксплорере. А у нас была такая задача, что размытие — это не часть, не фишка дизайна, для чего можно использовать graceful degradation. Это был неотъемлемый элемент интерфейса и без размытия просто никак. Ну, пример точно я показать, к сожалению, не смогу, потому что это тот самый проект, который не успели опубликовать. Но примерно расскажу, в чем была суть. Вот у нас есть картинка. А при, допустим, наведении она разблюривается, ну и текст на картинке можно прочитать. И это прекрасно работает во всех нужных браузерах. Так что используйте SVG-фильтры. Подробнее можно почитать в блоге HTML5by Димы Дудина. Они тоже работали очень плотно с SVG-фильтрами. В статье рассказывается поподробнее про матрицу, как она создается и рассчитывается, и также про еще несколько фильтров, с которыми мне поработать не удалось, а ребятам удалось. Так что вдохновляйтесь. Возможно, вы тоже это будете использовать где-нибудь в своих проектах при необходимости. Еще одна область применения SVG-анимации. Когда я упоминала, чем SVG-иконки лучше шрифтовых, я говорила, что можно анимировать части SVG-иконок. И теперь поподробнее об этом. Опять же, Timpanus, который мы с моими дизайнерами очень любим, они туда часто заходят и ищут какие-то свежие идеи для того, чтобы усложнить мне работу. И как-то, по-моему, пару лет назад нам появилась статья про анимированные SVG-иконки, которая ребятам очень понравилась. Например, вот такие вот гамбургеры, которые расширяются или превращаются в крестик. Тут есть еще много других интересных картинок, иконок, которые как-то меняют свое состояние. Также это может быть не только при клике, но и при наведении. И ребятам это так понравилось, что в одном из проектов они сказали, давай сделаем такой гамбургер, который при наведении расширяется, а при клике превращается в крестик. И скинули мне это как референс. Но надо сказать, что вот эти SVG-иконки сделаны с помощью JavaScript. А я такой человек, который не любит стороннего JavaScript в проекте, особенно если этого можно избежать. И я стала думать, как же сделать этот гамбургер. И наткнулась на SVG-анимации. Рекомендуется это читать как smile. В чем заключаются SVG-анимации? Ну, они задаются с помощью тега animate. Можно этот тег задавать внутри анимируемого SVG-элемента, либо ссылаться по ID-шнику на этот элемент. Ну и тут все просто. Мы задаем анимируемый атрибут, значение от и до, продолжительность, количество повторов. В общем-то все очень просто. Также можно задавать не только значения от и до, но и набор значений и временных промежутков. Если вы работали с CSS-анимациями, то это, по сути, то же самое, что и keyframes. Также можно задавать event, по которому начинать анимацию. Ну а если анимация однократная и нужно сохранить ее в последнее состояние, то задается fill-freeze. Итак, я изобразила гамбургер с помощью SVG. Это три прямоугольника. И задала для двух из них SVG-анимации по mouse over, mouse out. И получился расширяющийся гамбургер на чистом SVG. Также в SVG-анимациях есть трансформы. В качестве атрибута задается transform. Затем задается тип трансформации. Например, translate — это перемещение из точки в точку так же, как CSS. Значения от и до. Ну и дальше все точно так же. Продолжительность, event. В качестве типов трансформации могут быть rotate, scale, skew, y. Если вы работали с CSS-трансформациями, то, я думаю, вам не составит труда понять, что же делают эти трансформации. Ну, в моем примере будет использоваться rotate. Это тот самый гамбургер, но на этот раз мы используем событие click. Верхний и нижний прямоугольники поворачиваются, ну а в среднем просто меняется opacity. И по клику получается такой крестик из гамбургера. Однако мне этот метод не подошел, потому что, увы, smile-анимации не работают в Internet Explorer. Но, к счастью, мне удалось сделать этот гамбургер на чистом CSS. Просто дивы и трансформировать их в помощь CSS. Но, тем не менее, идея хорошая. Если вдруг вас заинтересовали smile-анимации, можете почитать на CSS-tricks. Как вы думаете, кто написал эту статью? Сара Суэйден. А еще она рассказывала про CSS-свг-анимации на прошлогоднем Frontiers. Так что тоже можете послушать. Она очень обаятельная и очень интересно рассказывает. Ну а что касается анимирования svg, когда мы встраиваем svg-файл с помощью тега svg, мы, естественно, имеем доступ ко всему его внутренности. Так почему бы не использовать CSS? К примеру, у нас есть такая совершенно бесполезная иконка синий круг. И мы хотим, чтобы при наведении его цвет плавно менялся на красный. То есть мы используем транзишн от заливки от синего к красному. Ну, собственно, так и пишем. Транзишн, атрибут fill и при наведении fill становится красным. Все очень просто. Я использовала анимацию svg с помощью CSS на примере. Например, вот в таком. это дуга. То есть при наведении или, неважно, клике на элемент отрисовывается дуга. Тут стоит сделать такое отступление. Недавно на хабре была статья, точнее перевод статьи, в котором рассказывалось про плагин для создания анимированных дуг. Я тогда еще возмутилась в твитере. Как же так? Зачем использовать какой-то плагин? Непонятно. Для того, что можно сделать самостоятельно. И такая дуга делается довольно просто. Ну, поскольку это дуга, то, в общем-то, элемент окруженности использовать не получится. Дуга может быть не замкнутая. Мы отрисуем дугу с помощью pass. Там все очень просто. И у этого pass есть обводка. И мы предполагаем, что эта обводка не сплошная, а прерывистая, то есть dash. И длина вот этого штриха совпадает, собственно, с длиной дуги. Ну, вот так и пишем. Stroke dash array — длина дуги. Затем мы для этих, собственно, штрихов задаем шаг offset тоже равный длине дуги. И когда мы задаем два таких свойства, дуги не видно. Но когда мы dash offset с помощью транзишна меняем до нуля, получается, что отрисовывается дуга. То есть все очень просто. Главное знать длину дуги. И если у вас в проекте дуга не будет менять радиус или свою длину, то есть тот угол, на который она двигается, то можно один раз рассчитать это значение и использовать его. У меня, например, для этого есть такой служебный файл JavaScript, в котором я рассчитываю нужное значение длины дуги. Рассчитывается оно вот с помощью одной строчки. Мы берем наш pass и получаем его total length. Ну а если у вас могут быть динамические дуги, то тут совсем не обязательно использовать плагин. Вы можете это сделать все очень просто сами и, по крайней мере, будете полностью контролировать ситуацию и внешний вид дуги. Ну и еще одна область применения SVG — это маски. Представьте, что вы находитесь под водой, наблюдаете красоты подводного мира. Но наблюдаете вы их через шестиугольную маску. Почему она шестиугольная? Ну потому что прямоугольную круглую маску можно сделать обычными элементами. Ну вы можете сказать, что и такую маску можно сделать обычными элементами. Взять еще дивы по краям, повернуть их на нужный угол. Ну а что, если у нас фон неоднородный? Либо он может как-то меняться. Тут уже без SVG маски сложновато будет. А задается она очень просто. Мы объявляем clip pass с нужной нам формой и затем применяем его к группе элементов или к картинке и получаем такой эффект. Но чтобы вы мне поверили, что это не PNG картинка прозрачная, вырезанная, я возьму эту картинку, на которую наложена маска и буду ее анимировать. Вот мы находимся под водой и наблюдаем через маску, при этом плаваем как-то. Очень здорово. У меня была такая задача на проекте, но тоже, к сожалению, не дожила до продакшена, когда нужно было в маске анимировать картинку. Но тем не менее, я думаю, найдется применение этому способу. Можно движение картинки привязать к действиям пользователя, например, к курсору мыши, либо к скроллу. Ну то есть как-то добавить интерактивности элементу. Ну, на этой красивой подводной ноте я заканчиваю свой доклад. Можно задавать мне вопросы в твиттере, а презентацию посмотрите по этой ссылке. Там вот эти все живые примеры на SVG есть. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Вопросы? Вопросы? скрипты. У меня как бы все задачи, которые у меня были, мне удавалось решать самостоятельно. Я думаю, что для каких-то задач, где действительно очень много иконок сократит время, библиотека очень удобная. Я, естественно, поковыряла в своей внутренностях, но просто для своих задач не использовала. Все задающие вопросы получают майки, так что скажите ваш размер. Следующий вопрос. Кто-то руку поднимал. Я озвучу вопрос, почему я не сравнивала SVG с Канусом. Ну, SVG – это вектор, Канвас – это растр. Конечно же, есть задачи, которые можно решать с помощью Канваса и SVG. Например, я сталкивалась с тем, с такими плагинами, библиотечками, которые перекрашивают картинку с помощью Канваса. Ну, это просто очень разные технологии. То, что они могут решать одну и ту же задачу, но это стечение обстоятельств. То есть с Канвасом я работала, но для других задач, но конкретно, ну, сравнивая с SVG, как бы я считаю, что немножко неправильно. Ну, SVG – это вектор, Канвас – это растр. В зависимости от задачи, какую-то задачу выгоднее решить с помощью SVG, какую-то с помощью Канваса. То есть где-то будет производительный Канвас, безусловно. Ну, это просто очень разные технологии. С SVG есть много иконок на странице. Ну, факт SVG – это тот же HTML, который вылезливается браузером в страницу. И сейчас же у Канваса есть большая страница, и из-за наличия SVG была проблема, ну, то есть информатива, потому что слишком много дома не имеет. Не было таких проблем? Ну, возможно, у меня просто не было такого большого количества иконок, поэтому я с этим не сталкивалась. Ну, вот спрайты, которые я использовала, ну, собственно, сам файл весил, как я и говорила, порядка 200 килобайт. Сколько там иконок было, я затрудняюсь ответить. В общем-то, ну, никаких проблем с производительностью я не заметила. В SDCAS последний раз разговаривал с SVG, и там было манять, что именно анимированные SVG, вообще, сильно грузят процессы. И до сих пор, ну, как бы, никто их хорошо не оптимизировал. И с целью правду. Да, что касается анимирования SVG, вообще, что касается любой анимации, я считаю, что с ней нужно быть аккуратнее. Конечно, интерактивность – это хорошо, но меру тоже нужно знать. Поэтому, если уже получается очень много анимаций, то, значит, ну, в общем, что-то идет не так. Нужно как-то контролировать ситуацию. То есть иногда это, конечно, может помочь, но иногда все-таки стоит подумать, не отказаться ли от этого. Жизность от проекта. То есть там, где иконки, как правило, ну, у них, может быть, там максимум два цвета, либо иконок не так много, то я, конечно, предпочитаю их с помощью DataUri встраивать. Но вот конкретно вот в проекте, про который я упоминала, там было очень много цветов для каждой иконки, и поэтому это был бы очень большой файл. То есть если нужно одну иконку продублировать пять раз только из-за того, что у нее меняется цвет, по-моему, это немножко нерационально. Как-то, например, есть спрайт, ну, вот, например, 22 байт, то есть иконки добавляются, и получается? Да, да, да. Просто пересобирается. Добавляется иконка, пересобирается автоматически спрайт, конвертируется в тот JavaScript, про который я говорила, и все. А все… Нет, там же иконки встраивались с помощью тега svg и юз с одежником иконки. Просто я одежник иконки новый указывала, и все. Какое будущее вы видите лично в этой технологии? Что в ней может поменяться или что-то улучшится? Вообще, я думаю, что у нее большое будущее, и на самом деле как-то странно, что порядка 3-4 лет понадобилось для того, чтобы она приобрела известность. Потому что я говорю, что уже в 2010 году о ней рассказывали и уже ее начинали использовать. А поскольку все браузеры начинают ее поддерживать, я думаю, что эта тенденция хорошая, она будет продолжаться, и какие-то новые возможности наверняка появятся. Ну, по крайней мере, сейчас уже довольно много задач можно решать. так что это хорошо. На самом деле как-то странно, что порядка 3-4 лет она сложилась для того, чтобы она приобрела в 2010 году. Старая нет, увы. Вообще, да, что касается мобильных версий сайтов, тут иногда руки связаны. 4.0 поддерживает уже? К сожалению, у меня не очень большой опыт разработки мобильных версий. Ну, точнее, когда мне приходилось делать мобильные версии сайтов, мы все-таки их как-то пытались упрощать. Поэтому тут, увы, у меня... Возможно, я не отвечу на ваши вопросы. Показывает, что 4.4 – полная поддержка, а 4.1 – это частичная. А вот и имени-то все. А? 3.0 поддерживает, не будет полная ступень, а на ступень анимации. Ну да, возможно, где-то просто не поддерживаются на ТР-анимации. Ну и, опять же, можно же... Ну, то есть, где-то нам нужны фильтры, где-то не нужны. Чистая СВГ, наверное, все-таки поддержка шире, а уже какие-то дополнительные возможности. Так, ну ладно, у нас уже все это переросло в какой-то дебат. Я думаю, мы сможем еще пообщаться лично. Так что, чтобы не задерживать всех остальных, давайте прощаться. Ну, точнее... Не забудьте про мальчика, тех, кто задавал вопросы. Где-то не нужны. Чистая СВГ, наверное, поддержка шире. А, нет, слышно. Слышно меня? Нет. Громче еще. Громче еще. Я думаю, мы можем с вами пообщаться. Так что, чтобы не задерживать всех остальных, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да громче просто говори, все же. Маленько. Маленько. Да, это было сложно. На самом деле, вот лично мне он был очень...